Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, новости последнего дня, новости на 15.51 минуту заключаются в том, что закрыта зона Шенгена для всех, скажем так, третьих стран. То есть люди, которые проживают в Европе, которые имеют здесь резиденцию, то есть прописку, иными словами, они могут вернуться, в то время как для всех третьих стран, именно так обозначаются все остальные страны, а въезд для жителей этих стран, точнее для граждан этих стран, он закрыт. Сообщается также, что в Москве до 12 апреля закрыты все школы. Не уточняется, это детские сады и школы, то есть дошкольные учреждения, либо школьные, либо школьные в том числе. Говорится о том, что Испания на втором месте после Италии, на втором месте после Италии по быстроте и количеству случаев. Очень много обсуждаются также биржевые новости, мировые новости, несмотря на то, что рубрика посвящена совершенно точно, совершенно другому. Ну что ж, давайте я расскажу вам про закон, который непосредственно вышел и регулирует нашу жизнь в Италии здесь и сейчас. Далее закрываются любые продажи и места продаж, что называется Адиталию, то есть там, где есть что-то мелкое. Но любые магазинчики, на самом деле, любой тематики, они как раз таки и закрываются. Закрываются бары и пабы, закрываются все джелатерии, то есть это места кондитерские, как мы говорим на русском языке, и места, где продают мороженое. Да, они тоже закрываются, именно в этом была моя неточность. В предпоследнем видео я говорила о том, что в понедельник все откроется, хотя открытый бар, который я показала непосредственно на видео, удивляет меня до сих пор. Из баров и, скажем так, ресторанной деятельности, точнее деятельности, которые обеспечивают общественное питание, это также кафетерии, могут открываться, могут оставаться, точнее, открытыми бары и кафетерии на заправках. Это так называемые автогриль, которые находятся непосредственно на автобанах, на скоростных дорогах, они остаются открытыми. Также ресторанные бары, которые находятся, внимание, в местах скопления людей, но тем не менее, как бы странно это ни было, которые находятся на станциях железнодорожных, а также в аэропортах. Вот эти бары тоже остаются открытыми, а также остаются открытыми кафедерии. И бары непосредственно в госпитале, и, соответственно, им разрешено оставаться открытыми. Закрываются, да, эстетические центры, и закрываются также парикмахерские. И по поводу парикмахерских могу сказать, что по звонку, по звонку, как бы странно это ни было, можно договориться, если тебя знают в парикмахерской, можно договориться о том, чтобы подстричь, сделать стрижку. Возможно, быстро, возможно, очень индивидуально. Возможно, мастер, здесь я не могу сказать, предполагаю, можно вызвать мастера на дом, я думаю, что еще чуть-чуть, несколько дней, и это будет возможно сделать и педикюр на дому, и маникюр на дому, кто хочет, и черетту, то есть фасковую депиляцию. Потому что, на самом деле, ситуация, в которой никто не был готов экономически, она очень-очень сложная для всех. И у всех есть дети, за детские сады нужно платить, за школу нужно платить, за питание нужно платить. Поэтому сейчас будет выкручиваться кто как может, и неизвестно, к чему это может, на самом деле, привести. Закрываются все отели. Закрываются также все отделы, которые административными являются на каких-то больших производствах. То есть само производство не приостанавливается, работает в том же самом режиме, в каком и работалось им до этого. Единственное, что необходимо, опять же, соблюдать нормы, но это не императивное предписание. Насколько я поняла, это снова, опять же, рекомендательный характер, обеспечить людей всем, что нужно для того, чтобы дезинфицировать руки. Кстати, постоянно по телевизору, опять же, распространяются и оглашаются правила того, как себя нужно вести. Это прежде всего дистанция не меньше, чем 1 метр. Это не трогать глаза, нос, а также рот руками, которые мы не помыли. Мыть как можно чаще руки просто с мылом, холодной водой. Либо использовать гель, который содержит алкоголь, то есть который содержит непосредственно спирт, то есть спиртовой гель. Если мы чихаем, использовать локоть, если у нас нет салфетки моноуза, то есть салфетку, которую мы однажды использовали и тут же выбросили. То есть эти правила оглашаются постоянно, оставаться дома, не ходить никуда, по возможности не собираться. Даже просто для того, чтобы вместе, что называется, как мы говорим, по-русски чайку попить, но в Италии чай не свойственен, на кофе тоже соседи к соседям ходить не должны. Что остается открытым у нас здесь? Транспорт работает в том же самом режиме, в котором он работал. Единственное, что здесь не уточняется, не совсем понятно. Здесь я сейчас смотрю уже разъяснение к закону. Не совсем понятно, это просто транспорт городской, либо межгородской транспорт. Конечно же мы понимаем, что больше всего вопросов вызывают поезда. Как они функционируют, пока не понятно. Я попыталась зайти на сайт поезда Италии и там на самом деле интерфейс, насколько я смогла понять, не изменился. То есть я сделала вывод, что билет я могу купить так же, как и раньше. Единственное, что я хорошо знаю, например, когда и как часто ходят поезда из нашего города до Венеции. И там я могу, скажем так, отследить ситуацию, частоту поездов стало их меньше, либо так же. А между, скажем так, другими сообщениями на других направлениях я совершенно точно не могу ничего здесь сказать. И остаются открытыми киоски, где продается периодика. Я показывала, даже в воскресенье эти киоски работали. Остаются также пункты продажи табака. Даже не знаю, что все для курения, наверное, так можно сказать. И в Италии в этих точках можно оплатить очень часто счета, можно оплатить телефон. Можно купить необходимые марки. То есть по большому счету эти пункты продаж обеспечивают очень часто, точнее выполняют очень часто функции, допустим, которые несет почта. Почта тоже работает в нормальном режиме, почты тоже открыты. Остаются также открытыми, безусловно, аптеки и супермаркеты. Закрываются все коммерческие центры, но если внутри коммерческого центра есть супермаркет, то предписано доступ к этому супермаркету обеспечить. То есть сама территория не закрыта, через нее можно пройти, все остальные магазины закрыты, но тем не менее супермаркеты работают. Бензинные заправки работают также в нормальном режиме. Разрешено работать так называемым сервисом каттеринга, то есть сервисом, который обеспечивает еду на вынос. И здесь, я думаю, подразумеваются прежде всего пиццерии, которые открываются в Италии примерно в 6 часов, и можно прийти и заказать туда пиццу. Единственное, что сейчас есть предписание, чтобы все эти пункты вот такого производства еды могли обеспечить доставку этой еды. То есть нельзя больше прийти и заказать себе пиццу, но можно позвонить и сделать так, чтобы эту пиццу тебе доставили на дом. Остаются открытыми также сервисы, которые обеспечивают починку автомобилей. Я много раз показывала, меня это удивляло, но это все с нормами закона соответствует. Открытый напротив моего дома сервис, где, да, где чинят машины. Это могут быть мелкий ремонт, это может быть крупный ремонт. И также предписано оставить открытыми хозяйственные магазины. Хозяйственные магазины работают так же, как и супермаркеты. И, возможно, вы помните, я показывала вам магазин, где продаются очки. Это самый стандартный магазин оптики. Так вот, им тоже разрешили оставаться открытыми. Но единственное, что когда я снимала, на тот момент эти магазины были закрыты. Было, висело объявление. И здесь я тоже не совсем поняла. Это был добровольный, добровольный, скажем так, выбор. Я остаюсь дома. Либо все-таки это опять какие-то новые распоряжения, о которых я пока не знаю. Также разрешено быть открытыми и работать всем сервисам, которые обеспечивают фотографии. Ну, прежде всего, речь идет о каких-то фотографиях на документы. А также постирочные, общественные постирочные, где люди могут прийти, не имея своей стиральной машины, постирать любое белье. Эти сервисы тоже остаются открытыми. Отдельно оговаривается спорт на открытом отдыхе. Спорт на открытом отдыхе на данный момент разрешен. Это значит, что пробежки, да, езда на велосипеде отдельно оговаривается, комментируется, да, разрешена. Но запрещено собираться, что называется, в группы. И, возможно, для очень многих, кто не живет в Италии, это некая странная рекомендация не собираться в группы. В то время, как действительно в Италии очень популярен спорт, будь то велосипедный спорт, будь то нордическая ходьба. Вообще любой спорт, который вы только себе можете представить, он очень популярен действительно в группах. Эти группы, как правило, собираются на основе какого-то волонтерского начала, то есть это бесплатные группы. Это могут быть группы, которые организуют непосредственно муниципалитет того или иного города. Это могут быть платные какие-то курсы и платные группы. В любом случае, все это часто действительно здесь в Италии организуется как раз-таки на открытом воздухе. Так вот, подобные собрания и подобный спорт, он запрещен. В то время, как единичный спорт на данный момент уточняется и подчеркивается, он разрешен. Много было вопросов по поводу церкви. Церкви все открыты. Ни одна церковь, насколько я знаю, насколько я информирована, не закрыта. Но нельзя проводить похороны публичные. То есть это делается, насколько я поняла, в закрытом кругу. И нельзя праздновать так, как празднуют в католических церквях, в католических странах и конкретно здесь в Италии любые свадьбы. То есть на свадьбу, так же как и на похороны, в церковь может прийти любой человек. Всегда имеется объявление о том, что та или иная пара женится. Всегда имеется объявление, что кто-то покинул этот мир. И, соответственно, люди, которые знают эту пару, которые знали этих людей, они могут в день, который указан на специальных табло, которые, как правило, по всему городу имеются. И их тем больше, чем ближе к церкви находятся, находятся эти табло и вешаются эти объявления. Соответственно, любой человек может прийти в церковь и порадоваться вместе с людьми, либо погрустить и разделить их грусть от того, что кто-то этот мир покинул. Соответственно, вот такие, опять же, мероприятия, где собирается большое количество людей, они запрещены. Но церкви при этом остаются открытыми. Можно ли людям, которые имеют второй дом, либо третий дом, как правило, это может быть дом в горах, либо дом на море, покинуть место своей резиденции, то есть место своей прописки и уехать в другой дом? Здесь, признаться, я даже сама для себя не смогла понять, потому что какие-то источники говорят о том, что нет, нельзя, а какие-то источники говорят, что да, можно. И, как я уже рассказывала, я непосредственно спросила у карабинеров, которые были в патрульной машине, я сказала, что если здесь и сейчас мы выйдем, а дело уже обстояло после 8 марта, если здесь сейчас мы захотим поехать в дом на море, потому что у меня дети, сможем ли мы это сделать? Мне сказали, что, скорее всего, да. Единственное, что посоветовали, конечно же, иметь при себе формуляр заполненный о том, что я такая-то и вот такие-то находятся в машине, и мы едем туда-то. И, соответственно, иметь при себе документы, которые подтверждают право собственности, либо право аренды на дом, куда, соответственно, ты едешь и где можно посмотреть, идентифицировать, где этот дом находится. То есть, если ты говоришь, что ты едешь в дом на море, то адрес этой жилплощади, неважно, в твоей собственности она, либо она у тебя в аренде, соответственно, должен находиться где-то рядом с морем, либо в горах, если тебя останавливают, и ты говоришь, что ты едешь в свой дом в горах. Соответственно, вот такие правила сегодня, по которым мы все живем. Ну что ж, дорогие зрители, вот такие правила, по которым сегодня живет вся Италия, по которым сегодня живет моя семья в том числе. Желаю всем спокойствия, желаю всем бодрости, духа. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Продолжение следует...